Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа и я ее ведущий Александр Глушенко. Вот смотрите, сегодня пятница у нас, да, события, вот эти стремительно развивающиеся события в Киргизии, начали происходить во вторник примерно. Ну, начались вечером в понедельник, длились в течение всего вторника, среды, четверга. Поэтому мы взяли некоторую паузу, чтобы не быть торопыгами, чтобы не пороть горячку и начали детально разбираться в ситуации. И к сегодняшнему дню, к сегодняшнему моменту, вот именно к пятнице, уже можем представить кое-какой политический и военный анализ. Потому что сами факты, сами события, которые происходили в республике Кыргызстан, они лежали на поверхности. Вот эти вот выбежали на улицу, побили полицейских, эти захватили Белый дом, так называемый, у них тоже Белый дом, здание парламента и администрации президента в одном помещении находится, в Белом доме, так называемом. Поэтому вот на сегодня, проведя анализ, разобравшись к чему это может привести, какие будут последствия, чем будут заниматься окружающие страны, Кыргызстан, и вообще что могло основными причинами послужить вот этих всех событий. Вот теперь мы можем это рассказать. Сразу определимся с тем моментом, что по количеству смещенных революционным путем президентов, Кыргызстан занимает первое место на постсоветском пространстве, если учесть, что за исключением ряда закавказских республик, смен, ну или и Украины там же, в том же списке, смен наших, скажем так, вот этих султанов, шахов, падишахов, начиная от Белоруссии на западе и заканчивая странами Центральной Азии, не происходило практически вообще революционным путем. Так были перемещения по династийной линии, были перемещения в результате смерти кого-либо из безвременной кончины, кого-либо из вот этих вот лидеров революционных, ситуаций не было ни в одной республике, фактически. Поэтому я напоминаю, что еще в 1990 году при Советском Союзе был избран президент Оскар Акаев. Он просидел на этой должности до 2005 года, когда был смещен, вывезен в Россию, эмигрировал в Россию, сейчас живет в России, в Подмосковье. Значит, его сменил революционным путем в 2005 году Бакиев, Курмамбек Бакиев. Тот пробыл в должности тоже 5 лет до 2010 года, затем в результате государственного переворота или революции, называйте как хотите, вы смотрите, уже третья революция, да, 2010 год. Уехал в Беларусь, сейчас живет под крылышком у белорусского диктатора Лукашенко. В течение года, с 2010 по 2011 год, временно исполняющим обязанности президента, но причем на основе общего консенсуса и правящих партий, и оппозиции, была Роза Артунбаева. Ну, как бы, на переходный период. В 2011 году президентом стал Аумазбек Атамбаев, который пробыл в этой должности до 2017 года, и, наконец, сейчас, пока еще у власти, пока еще не вынесен ему импичмент, и он добровольно не сложил полномочия, с 2017 года в должность вступил Женбаев. Разбираемся во всей этой крылышкой кухне. То есть, мы насчитали 5 президентов, которые, вернее, 4 уже смещены, 5 висит на волоске. Хотя, может быть, вот в те минуты, когда вы меня смотрите, уже ситуация каким-то образом поменялась, и Женбаев тоже покинул свою должность. Значит, давайте разбираться в причинах. Во-первых, многие наши зрители, ну, я не знаю, может быть, обладая такой богатой фантазией, в очередной раз показывают, указывают, кричат, шумят, пишут в комментариях о том, что это вот тот самый пример, который подает Кыргызстан всем бывшим советским республикам и главным образом России, как нужно менять власть. Я вам честно скажу, давайте разберемся. Привели ли вот эти все стремительные 5 смен власти, 5 отстраненных от власти президентов, привели ли они к серьезным изменениям в политической жизни, к серьезным изменениям в экономической жизни, к серьезным успехам в развитии этой самой республики? Видим, что нет, что никакого экономического прорыва не случилось, что никакого слома клановой, клановой, я подчеркиваю, Кыргызстан имеет очень интересную политическую культуру, основанную на клановости. Да, например, вот на сегодняшний день основную роль в политике имеет серьезный южный клан Матраимова. Это три брата, которые фактически подмяли под себя всю политическую систему сами для себя формируют политические партии, сами для себя формируют политические коалиции, и как только что-то происходит не по их, они просто смещают эту власть. И подобным, скажем так, политическим бизнесом они занимаются уже много лет. То есть вот в этом заключается клановость. Они, в свою очередь, соперничают или воюют с другими солидными кланами. Посмотрите, к чему эта вот нынешняя, сегодняшняя революция привела. Или переворот, или попытка переворота. Ну, то, что результат выборов ЦИК отменил, не утвердил, это, скажем так, победа оппозиции. Вопросов нет, но ведь это привело к чему? К разгрому промышленных предприятий. Смотрите, крупнейшая золотодобывающая компания, Каргыз-Алтын, производство ее разгромлено. Противоречия политические между различными регионами, что личный раз подчеркивает мысль о плановости киргизского общества. Южные регионы не поддерживают переворот. Северные регионы, как раз там, в северных регионах, в столице республики, в городе Бишкеке, эта революция и произошла. А в южных регионах проходят митинги в поддержку все того же Женбаева, которого якобы вот хотят сместить. То есть единства среди тех, кто за революцию, против революции, естественно, нет и быть по определению не может. Идет просто жуткая неразбериха, поэтому цель этих революционеров не ясна. И я серьезно вам говорю, если бы какой-либо практикой показывать, что в любой другой стране изменение политического режима, изменение первых лиц, находящихся у власти, всегда приводит к серьезным изменениям в политике и экономике, Кыргызстан доказал, что он этим не занимается и заниматься не хочет. Элементарная борьба планов. И, дорогие друзья, не надо ставить их в пример белорусам, которые культурно, вежливо становятся на скамеечку, снимают туфли. Не надо ставить их в пример даже российской оппозиции, потому что такой революции России не нужно. Вот такой, которая не несет никакой смены, она несет смену клана, она несет смену банды у власти. Вот и все. Что привело к этой революции? Что привело к этому перевороту? Элементарный экономический кризис, который обусловлен был коронавирусом. Полмиллиона Кыргызстан, работавших в Российской Федерации, просто тупо работавших на стройках, дворниками, грузчиками на вот этих работах, они были из России эвакуированы в связи с эпидемией коронавируса, в связи с тем, что многие торговые точки, предприятия, коммунальные учреждения позакрывались. Они приехали туда и создали там экономическую ситуацию экономической нестабильности, элементарной. То есть той самой нестабильности, которую ликвидировать не хочет ни одно правительство. Те правительства и те правители, которые просто приходят по воле своих кланов, по воле своих семей, по воле своих вот этих вот организованных преступных сообществ, захватывают эту самую власть и продолжают дербанить эту самую страну. Поэтому я бы радоваться вот этой вот огромнейшей глупости, которая там творится уже пятый раз подряд, не стал. И никаким примером они ни для Беларуси, ни для России не являются. Те, кто так считает, просто носят, скажем так, радужные или розовые очки. Это глубочайшая ошибка. И ни к чему эта революция не приведет. Что делать России? Россия будет делать то же самое. Снабжать, заливать Кыргызстан деньгами. Потому что это зона российских, ну в определенной степени, геополитических интересов в Средней Азии, в Центральной Азии. Вот и все. Мы просто сейчас их завалим кредитами. Вместо тех денег, которые раньше привозили кыргызские гастарбайтеры. Вот такова ситуация, друзья. Не надо обольщаться. Это не революция. Это бандитская разборка. Мои-мои-мои-мои. Мои-мои. Мои-мои. Субтитры подогнал «Симон»